Десятки возмущенных людей готовы переходить на крик, только чтобы их услышали. Жители Владиславовки уже не первый год обивают пороги всех инстанций, чтобы в их домах появилось голубое топливо. Тут же должен сельский глава работать. Он должен приехать на место, должен приехать разобраться, в чем дело. Почему он запустил этого человека сюда, который кидал людей и кинул людей. История газификации длиной в два года. А именно столько лет прошло после того, как люди заплатили частной компании по 57 тысяч рублей за подведение газовых труб. Установили счетчики, котлы. Вот-вот в домах должен был появиться газ. Мы заплатили 57 с лишним тысяч, плюс еще отдельно подвод к дому, счетчики, разные обводки, модводки. Все отдельно мы за это платили. Журавки, Кренички, Абрикосовка, Ореховка и ряд других сел в Кировском районе некая частная фирма. В короткие сроки обещала провести газ во все села. Расценки были разные. От 50 до 150 тысяч рублей со двора. По схеме деньги люди отдавали вперед. В Балабаевке на такие условия согласилось 90 дворов. Балабаевка нас ждет, когда же газ к нам придет. Пока дети сочиняют стишки про газ, частник кормит завтраками. Мол, в следующем квартале, ну уж точно будет газ. Но его как не было, так и нет. Да и не будет. У компании нет лицензии на проведение подобных работ. Обеспечить людей газом взялась государственная фирма. В планах ГУП «Крымгазсети», которые непосредственно этим занимаются, проектированием, на четвертый квартал 2018 года уже у них должен быть готовый проект. И будут выполняться монтажные работы. Сейчас проходят проектные работы по подведению межпоселкового газопровода. Ведь трубы должны пройти под железными путями. А в конце 2018 года заветное голубое топливо появится и в этой части Крыма.